всем привет в эфире рубрика цензурного сквернословия обзор работ подписчиков вы присылаете работы на посмотреть и все вместе делаем посмотреть идемте смотреть первая работа мой первый проект за деньги было бы круто услышать мнение без проблем как обычно с моей колокольни в вашу песочницу я не лезу тем более понятия не имею какое же было т.з. стояночка вы неправильно поняли не надо присылать т.з. не надо нет т.з. супер классно хорошо что нет т.з. но представьте еще будем тратить время на изучение т.з. лучше мы за это время другие работы рассмотрим да все же хотят чтобы их работу разобрали чего-нибудь посоветовали поэтому нет т.з. класс не присылайте не надо так сразу бросается в глаза что конечно будут проблемы с навигацией смотри вот у тебя есть хедер где навигация где логотип вот логотип вот он какой здоровенный на нескольких страницах логотип есть а тут нет зато тут вроде бы пункты меню но как-то тоже все криво вот у тебя 4 столбика почему у тебя все как то туда вправо ушло а тут например вообще пунктов меню нету логотипа нету есть хе для давай туда поставим логотип нажали на логотип попали на главную страницу нажали на пункт меню попали на другую страницу а так у тебя вроде бы хедер есть а нафига он если в нем нет навигации а так будет прилепили бы этот х weird и сверху экрана было бы удобно вот скролишь скролишь а навигация всегда под рукой если у тебя вот эта навигация того тогда ну не знаю Дропдаун делать навигацию, прятать навигацию Покажи сразу какие есть страницы Зачем ты ее прячешь А если это у тебя поиск То мы сначала пишем запрос А потом выбираем А где искать Что искать, где искать Опять же, почему у тебя белым цветом Давай мы покажем, что это подсказка Так, что она должна быть менее активной И почему разный размер Стоят рядом два текста Чего вдруг один больше другого Так, все виды рекламы в одной точке Вот эта точка Но вообще тут незаметно Давай мы эту точку сделаем где-нибудь вот здесь Вместо вот этих полосок Все привыкли, что YouTube красного цвета Так классно, у тебя тут красный цвет есть Вот сразу понятна кнопка для ролика Для видео А так черная тут на цветном незаметно Вот у тебя есть идея Какая-то такая вот полоска Так лучше бы ты эту полоску использовал в заголовках Вот в заголовке показал полоску Вместо этого ты насыпал везде этих полосок Причем тут вот у тебя все как-то Почему это не компонент Почему это Карточки без компонентов С ума сошел Как ты их будешь редактировать? Вот тебе посоветовали Давай сделаем вот так И смотри, одна карточка такая А все старые Придется каждую потом вручную редактировать Голубой цвет Нигде больше нету голубого Нигде больше нету вот этих тенюшек А тут вдруг они появились Так вот давай уберем Убираем И ничего не сработало Одну поменяли Пользуйтесь компонентами Пользуйтесь Опять же, почему Ты просто показал, что ты лентяй Что ты ленивый дизайнер Вот ты взял вот эту полоску Сделал и склонировал ее ниже Три раза и отправил закачку Он сидит и недумевает Как я так с таким лентяем работаю Вот, взял вот весь блок Сгруппировал А внутри вообще нет ни одной группы Ну ты с ума сошел? Смотри Если бы у тебя хотя бы была такая группа И вот такая группа И вот такая группа То есть карточка Эта группа Вообще по-хорошему Надо вот и звезды группировать И заголовки с прайсом В общем надо делать группы Так вот взял бы Просто поменял местами Видишь как это просто Меняем местами И все У тебя уже шахматный порядок Уже не бросается в глаза Что у тебя тут совсем все Лениво А, я теперь понял Почему все там У тебя тут есть эффект пьяницы Да? Вот этот эффект Так он еле-еле заметен Лучше или вообще убрать Или сделать его более заметным А так У кого-то на экранах Виден не будет Обещал не залазить В субъективщину Но все-таки Это слишком колючо Как-то И все вот так вот Пьяный эффект Этот вообще какой-то Эфик сайт для пьяных Или проверять себя На трезвость Так вот Вместо вот этих вот Стуковин, да Ну не знаю Обещал не залазить В песочницу Но все-таки Мне кажется Вот иконка Тут была бы гораздо круче Вот вместо всех этих полосок Вот мобайл Давай мы вот тут пустим Эту полоску из логотипа Покажем какую-то иконку телефона Вот это все уберем Покажем плюшки Вот сделаем карточку Вот такую Поставим кнопку Перейти в раздел Или узнать подробнее Так у тебя вообще Нет никакой навигации Ну просто вывалил картинки Просто какие-то иконки Надо всматриваться Чем они отличаются Тексты не дружат с иконками Как-то вообще Текст сам по себе Иконка сама по себе Зато полосок насыпал нормально А где кнопки? А ууууууууууу Где кнопки? Вот у тебя есть форма Заполняешь, заполняешь, заполняешь А где этот кирпичик Который в итоге надо нажать? Нету Зато вот есть ссылка Дано ссылка не видна Не видна У тебя и так все в полосках Так еще и тут полоска Лучше бы ты сделал Вот этот красный кирпичик А футер, кстати, было бы хорошо сделать таким вот ненавязчивым, чёрным хотя бы. Вот уже кирпичик заметен. А рядом с кирпичиком будет вот такая штука. Ссылка. Главная кнопка. Второстепенная. Сразу понятно, где акцент. И как-то у тебя всё туда улетело. Если это у тебя одна большая форма. Эй, давай вот так. То давай сделаем какой-нибудь серый прямоугольник, на который мы потом поставим вот эти кнопки сверху. Да, это опустим ниже. Это сделаем беленьким. Беленький есть под рукой, да. Поставим всё это по центру. Вот так, вот так. Вот, уже понятно, что вот форма. А снизу форма сразу бросается во глаза, что нам потом надо нажать. Понимаешь? Опять же, вот эта вот карта внутри футера слишком шаблонно. Слишком прямо из 2000-х годов. Когда в админку заходишь, ставишь галочку. Слева в футере карта ссылки. Вот так вот выглядели шаблоны. Давай сделаем. О, у тебя даже компонент нашёлся, да? Да, да. Так вот, давай мы сделаем как-нибудь, чтобы она выглядывала. Или пусть она будет до края. Или давай мы её сделаем вот так вот. И вот так вот, да? А снизу поставим, опять же, красный слишком давит на глаза. Красный классный для кнопок. Вот, чтобы давил на глаза. Вот кнопка, давай надави на неё. Вот зачем у тебя столько одинаковых попапов? И опять же, где кирпичики нету? Так. Верстальщики и так умеют печатать. Вот поверьте мне, ребята, они умеют менять текст. Вместо этого, вот, нужно показать разные формы. В итоге у тебя всё вот это вот, это всё одинаковое. По-хорошему тебе надо было показать две формы. Даже формы не сгруппированы. Видишь, сколько раз приходится удалять. Вот надо было показать две формы, а вот это всё, это одно и то же. Так вот, у тебя тут, ты показал, что у тебя всё криво, косо. Если это инпуты, то это подсказки в инпутах. Они должны быть какие-то ненавязчивые. Надо показать заказчику, как выглядят подсказки и как выглядит текст, который надо печатать. Текст, скорее всего, чёрный, скорее всего, он больше, чем сама подсказка. Да, если это 20, значит, это где-то 15. Вот уже красота. Введите новый пароль. Если речь про пароль, то надо показать верстальщику. А как вводим пароль? Цифрами, буквами или звёздочками? Если вводим звёздочками, значит, надо показать. Эй, звёздочки, вернитесь. Значит, надо показать иконку, которая включает-выключает звёздочки, которая меняет звёздочки на текст. Вот, опять же, если мы вводим звёздочками, то их надо пустить ниже. Возможно, их нужно сделать больше, потому что визуально они меньше, чем буквы. Видишь, буквы огромные какие. Если мы печатаем, значит, надо поставить курсор, показать верстальщику, что вот когда мы печатаем, вот так делай. Если мы печатаем, инпут активный, значит, возможно, нужно не красным. Красным это как раз ошибка. А в данном случае чёрным было бы хорошо. Вот что надо показать. И кирпичик. Где кирпичик? А вместо этого ты наплодил одинаковых, просто поменял. Они умеют печатать, ребята. Верстальщики умеют печатать. Так вот, а самая проблема в том, что ты не показал самое главное. Как всё это будет вообще выглядеть на странице? Надо показать страницу высотой 1080 пикселей. Ну, стандартный экран, да, 1080. Вот как-то так. Нужно показать заливку. Какого цвета заливка? Серая, чёрная, красная. Какая у неё непрозрачность? Ты этого не показал. Ты снизу накидал одинаковых каких-то поп-апов. Вот, а потом сверху вставляем поп-ап. По центру мы его показываем. Или сверху, или справа, снизу. Вот что надо показать. Понимаешь? А ты показал, что ты умеешь печатать. И решил, что верстальчик печатать не умеет. Эй, красный. Красный. Где ты, красный? Вот. Вот ты показал поп-ап. Покажи такой поп-ап, покажи другой поп-ап. Два разных поп-апа хватит. А ты наплодил одинаково. Ошибка где? У тебя тут... Кстати, напишите, как правильно. Бигборд или билборд в комментариях. Посмотрим, кто как читает. Вот ты написал ошибка. А где ошибка? Было бы классно, если бы только один столбик остался, а все остальное ураганом снесло. Или, например, это краской напечатано. Так давай добавим дождь. И пусть у тебя краска расплывается. Вот это будет ошибка. А так ошибки нет. Все как обычно. Где ошибка? Непонятно. В общем, я бы посоветовал убрать голубеньки, убрать тенюшки. Научиться пользоваться фиолетовым цветом. И вот это вот все как-то переделать в карточке без вот этого пьяного эффекта. Как-то надо решить проблему с навигацией. Очень сложно будет ориентироваться на сайте. Кирпичики нужны. Вот эти кнопки. Где кнопулик? Кнопок нету. Вот. Такие вот пожелания. Идем смотреть следующую работу. Богдан пишет. Очень хочу попасть в обзор. Поздравляем, Богдан. Ты в телевизоре. Передавай привет. У нас тут такое можно. Вот сразу понятно. Есть навигация, есть логотип. Это вот про первую работу. Так, синяя на синем, еще и с синей подложкой. Подложку давайте отключим. Хуже не стало. Зачем столько синего? Синего на синем, еще и под синем. Так, у тебя в логотипе есть классная штука, которую ты нигде не используешь. А почему? Давай попробуем. Смотри, прямоугольник, прямоугольник, сливаем, нажимаем Enter, двигаем точки вправо, делаем копию, сливаем Ctrl-E, получили классный элемент. Смотри, как быстро. Нажимаем на мужика, увеличиваем, опускаем ниже. Как-то вот так ставим, пипеточкой, бац. Красота. Вместо этого, вместо того, чтобы использовать элемент из логотипа, считай фирменный стиль. Ты насыпал каких-то элементов от Sony PlayStation. Тут что, игровой сайт? Вот эти вот крестики-нолики, это кнопки из геймпада. Когда речь про какие-то игры, очень часто делают как раз вот эти крестики-нолики. Это вот PlayStation, вот один в один, еще и синего цвета. Вот, по-моему, как у них на сайте. Сейчас уже открывать не буду, но, по-моему, вот это вот Sony PlayStation. Лучше что-то использовать из логотипа. Так, дальше видно, что ты заморачивался на отступы. Давай проверим. Выдвинем это сюда. Скорее всего, ты молодец. Да, молодец. Плюсик тебе, но ты не то выровнял. Богдан, смотри. Нужно выравнивать отступы между блоками. Вот эти блоки. Это элемент. Если этот элемент будет широченным, хотя бы на половину или на одну треть, тогда можно сказать, что вот отступы между блоками. Но на самом деле этот элемент маленький. Он просто выглядывает из блока. Блок вот. В итоге у тебя все равно показалась дырка. Поэтому тебе надо либо вот это поднимать. Кстати, зачем тут вот эта дырка? Давай мы вот это поднимем сюда. Вот. Так вот, тебе надо либо вот это поднимать, да, туда выше, делать вот эти отступы визуально одинаковыми, тогда вот это поменьше сделать. Как-то вот так. Либо сверху надо немного больше насыпать воздуха. Будет хорошо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту! В полку лентяев пополнение Богдан присоединяется. Ну что мешало разные фотки залить? Это же так быстро. Так, ну или хотя бы шахматную. Ну вообще шахматку это уже крайний случай. Лучше меняйте фотографии, потому что слишком-слишком. Так, тут два разных дизайнера делали одно и то же, да? Да. Вот есть два набора карточек. Тут есть отступ? Тут нету. Тут есть контур? Тут нету. Тут есть тенюшка? Тут нету. Тут закругленные углы? Тут острые. Четыре отличия у одинаковых элементов. Если ты уже берешь какой-то стиль, то вот мы его копируем, копируем, идем сюда, вставляем. Вот мы получили карточку с таким же стилем. Вот, нужно делать одинаковое повторение. Комфортно. Батарейка разряжена. Это не комфортно. А это не максимально. Иконки вообще не подходят по смыслу к своим текстовкам. Если не забуду, оставлю подсказку даже на таймкод на предыдущие разборы. Мы там обсуждали вот эти price table, какие классные делать иконки. У тебя иконки, ну как-то, во-первых, к тексту не подходят. Во-вторых, как-то, ну, слабенькое отличие. Тут тоже у тебя логотип относится к соседнему блоку. И есть вот понятие свой-чужой. Вот у тебя к чужому относится, любит соседей больше, чем свой родной текст. Вот это расстояние должно быть таким, как тут, а тут... Ну, то есть, наоборот, надо расстояние поменять местами. И тогда все будет хорошо. Так, я не помню, двигал я вот этот отступ или нет. Давайте подсмотрим. Вроде бы двигал. Да, отступы одинаковые. Молодец, так держать. Но опять же, лениво-лениво-лениво, лениво-лениво-лениво-лениво. О, вот что бы я тебе еще посоветовал. Когда есть речь про карточки, давай возьмем одну из них. Если у нас много-много-много текста, давай насыпем какого-нибудь текста. Так, насыпали. Ну, можно даже было бы в два раза больше. Так вот, когда у нас речь про фотку, про заголовок, про контент, то вот под этим уже есть смысл поставить какую-то ссылку. Да, типа, читайте дальше. Просто, чтобы не возвращаться назад. А когда у нас картинка-ссылка. Все знают, что нажал на картинку и перешел на страницу. Нажал на заголовок, перешел на страницу. В итоге у тебя ссылка, ссылка, ты еще ставишь еще одну ссылку. Лучше вот эту убери и покажи верстальчику, а что тут перекрашивать. Вот это перекрашивать в синий или синий перекрашивать в черный. То есть, нужен какой-то ховер для верстальчика. Нужно показать курсоры, а вот это все поубирать. Вот эти ссылки вообще тут не при делах. Ну и опять же, разный контент. За отступы, за твою попытку, плюсик за то, что ставишь разный контент. Вот если бы поставил, был бы второй плюсик. Не ленись. Ну, а мы идем дальше. Дальше у нас первая работа Толика. Толя, для первой работы ты не такой лентяй, как некоторые, да? Молодец. Сразу тебе плюсик в карму, так держать. Единственное, тут вот сразу бросается в глаза, что у тебя один и тот же шаблон. Постоянно, постоянно, постоянно. Вот тут бы было круто добавить какой-то такой вот шахматки. Тут, например, как-то так. Тут вот так. Тут опять в ту сторону. Вот, видишь, уже сразу становится хорошо. Внутри тоже можно поменять местами. Например, это как-то вот так. Вот пошла шахматка. Класс. Где-то, например, одна фотка на всю ширину без вот этого. Где-то две большие фотографии. Да, одна такая, одна такая. Просто добавить какого-то разнообразия хочется. А то как-то скучненько. Перейти на сайт не такой синий цвет, как сверху и снизу. И, в принципе, у тебя внутри синего цвета больше нет. Поэтому либо мы сверху снизу убираем синий цвет, либо в центре как-то его побольше добавляем. Ну, а в целом, перейти на сайт впереди планеты всей. Еще не изучили, о чем же контент, а нам уже говорят, переходите на сайт. Поэтому было бы хорошо как-то это уменьшить. Кнопку, конечно же, дорисовать, а то ее покусали. И вот так поставить, а рядом перейти на сайт. Вот. Есть кнопка забронировать. Переходим на сайт. Хочешь бронировать, хочешь иди, посчитай больше информации. И, конечно же, кнопка должна быть более симпатичная. И тут у тебя слишком-слишком разный размер. Надо вот это сделать синим. Да, вот. Забронировать и перейти на сайт. Тут как-то у тебя мрачновато вот эти все одинаковые элементы. Если они у тебя одинаковые, то их можно использовать в оформлении. Например, где-то сделать побольше и поставить сверху. Так, это у нас, видишь, что-то не очень красивое. Раз, два, три. Ctrl-E. Ctrl-D. Поворот. Да, поворот. Ctrl-E. Поворот. У нас уголки тоже повернулись. Это не очень удобно. Нажимаем Ctrl-E. И вот уголки снова там, где нам нужно. Все, пипеткой берем этот цвет. Кстати, цвет у кнопки не такой, как у этой штуки. Должно быть одинаковое. И все, эту штуку можно где-то использовать. Ставим где-то сверху, где-то наоборот на заднем плане. Где-то ее можно сделать какой-нибудь бледненько-серой. В общем, добавить чего-нибудь такого на фон. Ну и синий, синий, синий. Какой-то слишком политический у тебя получился хедер-футер. Какой-то вот герб на синем фоне. Что-то связано с политикой. И вообще, вот это вот членистоногое. Смотрите, меня сейчас порежут. Ай-яй-яй, убегай, убегай. Ну, смотри, один глаз, второй глаз, язык высунул. Тут какие-то лапки. Сейчас повар порежет. Убегаем. Ну, я бы убрал вот этот глаз, поставил какую-нибудь другую фотку. Чтоб не было таким каким-то членистоногим. И вот у тебя форма по карте, форма болелечка. Если это две разные формы, то должна быть одна кнопка здесь, вторая где-то здесь. Если это одна форма, то она не должна делиться на две части. Красная на синим сильно проигрывает белому на синим. И вообще, синий, смотри, UI-градиент. А, не то запустил. UI-градиент. О, когда мы уводим какой-то очень яркий цвет в белый, у нас появляется вот такая муть, какой-то грязный цвет. Лучше переводить какой-нибудь один яркий в другой яркий. Вот уже как-то лучше. И вообще, вот этот синий слишком политический хедер у тебя. Тут можно какую-нибудь фотку поставить на задний план, вот так вот. Может размыть ее, сделать не такой заметный, как-то заблюрить. Ну, вот этот градиент, ну, а о чем градиент? Не о чем. Вот зайдет к тебе чувак на... Так вот. Вот. А тут какой-то чувак убегает. Ой, какой-то членистоногая убегает. Спасите, помогите. Хедер меняем, делаем шахматку. И вообще, хороший будет. Вот только еще вот тут сделать. Ну, синий какой-то слишком активный. Я понимаю, что этот яркий синий, это тренд 2020 года. Но тут он, по-моему, вообще не в тему. Да? Да. А так, класс. Для первой работы моя была чисто зайти поржать. У тебя хорошая работа, а моя была сильно хуже. Четвертая работа. Хотелось бы услышать и увидеть ваше мнение. Запросто. У нас тут есть иконки. Три иконки, но все разные. Вот контурная иконка, вот контурная иконка. Толстая иконка. А тут вообще залито цветом. Надо выбрать какой-то один стиль и в этом стиле сделать все иконки. Вот тут круто. Есть контейнер, внутри которого посерединке, прямо посерединке стоит контент. И рядом есть контейнер, повозка. Но тут уже контент почему-то вниз упал. Хорошо бы его тоже поставить по центру. Так, а о чем сайт? Вроде аптека, а вроде только маски. Медицинские маски. Понятно, речь про маски. Только маски. Есть такой гигантский поиск. Вот это сосиска, так сосиска. Можно было вообще в соседний макет продлить. Было бы еще круче. Ну реально, такая уже где сосисон. Прям не... Даже иконка отвернулась. Я не при делах. Это не моя сосиска. Так, иконку поворачиваем. Нужен текст какой-то на кнопке. А что это? Пустота. Забыли текст написать. И нужна какая-то подсказка. А непонятно, что искать. Вроде поиск. Такой здоровенный поиск. Значит, акцент на нем. Вот поиск. Давай искать. А что искать, если у нас тут только маски, маски, маски? Значит, нужно... Введите название чего-то. Препарат или масок. Или введите, например, медицинская маска. Или респиратор. В общем, надо как-то подсказать. О чем речь? Тут какие-то вагоны метро или что это? Автобус уезжает вон туда. Зачем вот эти вот внутренние тенюшки? Без них же намного-намного круче. А то реально как будто окошки какие-то. И на нас вот смотрят, что их там в плен взяли и вот туда увозят. Вот прям сюда. Вот сюда. Австралия или что это у нас там? Вот увезли людей. Мне кажется, тут как-то можно было обыграть без вот этих внутренних вдавливаний. Текстовки как-то скучненько оформлены. Кстати, а где вообще что? Вот есть подзаголовки, но они такие маленькие. Хочется их сделать сильно крупнее, чтобы взгляд цеплялся за них. Потому что сейчас как-то контраста слабо. И вообще скучно оформленный текст. Во-первых, тени. Тут внутренняя тень. Тут внешняя. Вообще убрать эти тени и без них будет сильно лучше. Тут вон тетя отвернулась. Я понятия не имею, что за респиратор. Не мое это дело. Тут как-то все разъехалось. Все разлетелось. Контраста слабо, мало. Вроде столько много масок, но чем они отличаются? Это надо вот сидеть и этот мелкий и скучный текст читать. Можно было добавить какие-нибудь иконки, характеристики. Как-то это все сравнить, сравнение сделать. А тут текст, скучный текст. Опять скучный текст. Опять не в плане, что он скучный. Он просто скучно оформлен. Вот предлоги висят. Нажали на кнопочку. Бас предлогов нет. Кнопочка это такой классный плагин. Делал недавно обзор. Можете посмотреть. Ну так просто скучно оформленный контент, который ну просто скучно читать. Просто получился скучный. Скучный сайт про скучные маски. Но зато вот поиск веселый. И вот тут если поставить вагон какой-нибудь, автобус или поезда, то классно. И взяли в плен, увезли туда. Вот. Скучненько. Просто скучненько. Дальше у нас первая работа Федора. Серьезно? Первая? Как моя может 15-я или 25-я? Класс. Супер. Вот. Одинаковые иконки. Классно. Такого же стиля. Остальные иконки. Вот даже заморочился на такие детальки. Майку перекрасил. Да? Была зеленая наверное майка. Сделал желтую в цвет логотипа. Круто. Все такое аккуратненько. Наверное даже слишком аккуратно. А нет, не все, не все. Вот эти вот отступы можно было сделать больше. Место же позволяет. А то прям вообще тесно-тесно дышать. И вроде это ховер. Если это ховер, тогда надо добавить курсор. Просто перенести его сюда. А раз это уже будет ховер, значит скорее всего будет ссылка активная. Мне так кажется. И заголовки контрастные. Все такое аккуратненько. И показал абзацы. Прям вообще плюсик в карму. И фоточки все разные, и все циферки разные, и названия разные. Видно заморочился. Над первой работой, ребята, заморочился Федор. Класс. А вот тут, например, косячок. Как вот я недавно рассказывал, да, в предыдущей работе, в одной из. Вот ты сделал такие отступы одинаковые, да. Но на самом деле у тебя вот дырища, дырища. Надо делать вот этот отступ таким же. Видишь, у тебя вот две дырки. В итоге у тебя забросается, что этот просто-напросто взлетел. Ниже мы его опустить не можем, потому что нам стрелки мешают, да. Да. А зачем нам вообще тут стрелки? Ты их добавил просто, чтобы добавить? Так у тебя тут и так. Один, два, три, четыре, пять. И так понятно. И так у тебя какая-то писюлька тут. И иконочка. И зачем тебе вот этот лишний дизайнерский шум? Лучше бы, кстати, ты можешь вот это сделать каким-нибудь... А, у меня шрифта нету, да. Каким-нибудь темным, не знаю, сделать каким-нибудь оттенком, например. А то у тебя как-то слишком-слишком все так вот прям хорошо, что хочется чего-нибудь испоганить. Прям слишком у тебя хорошо. О, форма-форма. Вот такое лучше как-то разнообразить. Когда идет две подряд формы, это не очень. Лучше поменять местами. Форма, блок отзывов, потом форма, какой-то блок, опять форма. А то у тебя три формы практически подряд шли. Так ты заморочился на все. Прям молодец. Классно. Супер. Скорее всего, звездочки все-таки должны быть больше, чем Наталья. Ну, Наталья, а что Наталья? Ты лучше звездочки сделай больше, а Наталью сделай меньше. Нам же главное результат отзыва увидеть, да? Да. Вот тоже ты привязался к определенной модельке, но эта моделька, не знаю, какой их, он восьмой или какой. Она уже устарела на сколько лет. Лучше просто сделать какой-нибудь прямоугольник с закругленными глазами, говорю, углами, что-нибудь вот такое, какое-нибудь темное. Вот, и тебе уже нет проблемы, не надо в следующем году менять тут картинку, потому что телефон состарился. Ты так прям заморочился, что все попало, и тут абзац добавил прям. Класс, класс, молодец, Федор. И тут вон все такое интересное, вот чего выглядывает голова, тут выглядывает. Тут я когда-то там рассказывал, что если... А, у тебя одно целое, да? Ладно, не показать. В общем, классно, супер-супер, класс. Футер, наверное, какой-то скомканный, хочется его немножко разбавить по высоте. Вот эти штуки лучше показывать в макете, потому что непонятно, как показывать, какая затемнялка должна быть, какой непрозрачности, какой оттенок. Вот как я в предыдущей работе показывал, уже не буду... Ладно, это все-таки быстренько. Ищем наш нужный блок, например, какой-то вот этот блок, ставим высоту 1080. И, например, вот мы нажали на кнопку, нам надо показать, да? Мы тогда ставим, какой нам нужно непрозрачности показать. Как-то так, можно даже неряшливо это все показать. Вот показываем, такого оттенка, такого процента. И сверху показываем, что вот эта штука должна быть, например, не по центру, а, например, она должна быть над формой. Вот верстальчик все поймет, а то как он поймет? Он не поймет, а вот теперь он все поймет. И ты молодец, верстальчик все сделает хорошо. Прям заморочился, и цены все... Первая работа. Лукавиш, мне кажется. Вот активную кнопочку хочется какой-нибудь цветной сделать. И, возможно, вот тут оттенок, так, у меня шрифта нет. Хочется, может, немножко оттенок, чтобы отличался немного не только размером, но еще оттенком. Вот кто там в предыдущей работе не понимал, что в контейнере внутри должно быть все посерединке. Вот у нас есть контейнер, и посерединке текст. Класс! Супер! Федору однозначно плюсики в карму. Но немножко, мне кажется, все-таки простовато. Черное-белое, 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 красное. Хочется немножко какого-то, может, какую-нибудь тенюшку добавить где-нибудь. А то вроде все так аккуратно-аккуратно, а если так присмотреться, то вроде как-то слишком и просто. А может такой стиль был в ТЗ, я не знаю. В общем, класс, работа. Для первой работы это прям вообще шедевр. Супер. получить фидбэк от меня теперь вообще очень просто есть специальное сообщество в контракт в контракте и в контракт получить фидбэк от меня получить фидбэк от меня теперь вообще очень просто есть сообщество вконтакте специально для разбора работ подписчиков ссылка конечно же в описании условия очень простые одна работа на один разбор конечно же фигме никаких фотошопов присылайте присылайте посмотрим-посмотрим. Привет, хотелось бы попасть на разбор. Пожалуйста, попал на разбор. Чего у нас тут? Одноэкранный сайт, да? Прям чувствуется. Классно. Чувствуется уровень, уровень. Иконки как-то немного сдвинулись. А, типа внутри контейнера, да? Ну, видишь, какое дело? У тебя контейнер появляется по наведению, и тогда вроде нормально. А пока ты не навел, то у тебя все будет немножко кривовато выглядеть. Еще рука Микки Мауса. Ты знаете, вот как добавляют домен .pro, например, Алексей Бочков .pro. Вот у меня .com, а вот если бы я поставил .pro, я бы себе такой, про, я профессионал. Вот мне кажется, что люди, которые ставят вместо обычного курсора, который у всех на экранах ставят вот этого Микки Мауса, они такие, типа, я про, вот у него фиговый курсор, а я такой, про, вот и плюс 10, не знаю, к чему. К эго или к чему, не знаю. Ну, просто Микки Маус. Ну, ладно, Микки Маус и Микки Маус. Но я считаю, что это вот просто повыпендриваться. Вот Микки Маус, да? Так. В общем, я не знаю. С одной стороны, внутри контейнера хорошо, но контейнер-то появляется только по наведению, а когда контейнера не видно, тогда кажется, что кривовато. Кнопочка потерялась, хочется ее сделать чуть заметнее. На бледных мониторах все потеряется. Будет белая на белом, эту кнопку вообще не заметят. То же самое, как твою вот эту писюльку. Хочется ее сделать или синий, или оранжевый. Вот все заметно. Сразу вот бросил взгляд, увидел, что да, там выпадающий список. А когда так, то даже взгляд не цепляется и просто кажется, что аренда офиса нас куда-то уведет. А там внутри выпадающий список. Иконку хочется поставить или перед текстом, или развернуть ее, чтобы она смотрела на текст, на свой номер телефона. А то она вроде как отвернулась. Так, тут надо выбрать, да? Нам предлагают пять картинок, две одинаковые вроде. Тут слишком ребит. Но если бы я был заказчиком, а вот мне предоставили, то что бы я выбрал? Тут фонарь. Фонарь и фонарь. Какая-то подмышка такая. Ну зачем кому-то смотреть подмышку? А вот это, с одной стороны, вроде здание сейчас рухнет, а с другой стороны движение вверх-направо, это круто. Это вот прогресс, движение вверх, стремление. Вот я бы, наверное, выбрал вот этот вариант на месте заказчика. Прям такое все классненькое, отступы между строк и вот этот черный, это грейм. Блин, круто. Все такое воздушное, прям класс. Супер. Классненько. Стрелочки черные, а что они все черные? Тут вот синие, синие, какое-то такое, какое-то такое, а тут бац, какое-то черное. Забыл перекрасить, наверное, да? Забыл? Или специально не перекрашивал? Я бы, наверное, перекрасил. Классненько. А вот тоже, если у человека плохой монитор или просто скажем не дизайнерский, он откроет, у него тут будет белое на белом, скорее всего. И вот это вот он не заметит. Если он хочет увидеть форму, то можно сделать какой-нибудь такой. Ну-ка, стопроцентный зум. Да, вот открыл человек и сразу видно. Ага, вот форма. То же самое с кнопочкой, она как-то потерялась. Так, у нас тут все субъективно, да? Ты написал, мне интересно услышать мнение. Да? Хочешь мое мнение? Вот мое мнение. Эта кнопка, прям на нее насыпали одного стиля, второго стиля, третьего стиля. Ой, прям вот разлилась у меня тут все. И вот у тебя тут тоже разлилась. С одной стороны, кнопка заметная. Так она была бы заметна, если бы ты сделал ее просто одноцветной, какой-нибудь яркой, например, вот таким вот оранжевым цветом, какой у тебя тут был. Где он тебя? Вот такую вот кнопку. Сделай оранжевую, будет заметно. А так ты прям столько на нее вылил и одного и другого. С одной стороны, заметно? Заметно. Ну, прям такие кнопки уже были популярны, ну, лет пять назад, может. А с другой стороны, были кнопки популярные, уже давно никто такие кнопки не встречал, если сейчас налить на эту кнопку столько всего. Заметно, заметно, хорошо, хорошо. Но мне кажется, ты прям переборщил. Но опять же, это субъективщина, я в это не лезу. А вот, кстати, смотри, у тебя такая стрелочка, да? А там была какая-то другая стрелочка. Так возьми, ты сделай одинаково. У тебя две стрелки. Эй, куда ты вставилась? В общем, да, ты понял, у тебя там другая стрелка, другого цвета, без таких точек, и, наверное, пропорции другие. Возьми, сделай одинаковые стрелочки, будет хорошо. Чё у нас там еще есть мап? А, ты разнес. А чего ты разнес? Если ты вот это отдашь на верстку, то ты у человека, у верстальщика просто-напросто на его оценки, отнимешь минут десять времени, ему придется, ну, переключаться туда-сюда и представлять в голове, ага, это было так, а как она тут, ага, так, ага, так. А когда перед глазами вот был блок так, а потом вот так-так, была кнопка тут, потом так-так-так. Экономится время. Ты просто у человека отнял, не знаю, минут десять времени. Трэш. Трэш – это же мусор. А у тебя драфт. Черновик. Это ж твои черновики, да? Или ты решил, работа – фигня, мусор, мусор. Ты чего на работу такую, на свою? Классная работа. Класс. Супер. Так держать. Офигенно. Дальше у нас макет про самокаты на адаптив, не обращая внимания, он еще не доделанный. Ну и ладно, ну и не будем. Ну и ладно. Так, тут какая-то черепушка, а там как-то заблюрено все. Электросамокаты для всей семьи. Да, вот там вроде бы вся семья, да, классно. Но хочется все-таки больше четкости. А что ты заблюрил? Если ты что-то заблюрил ради того, чтобы показать текст, так возьми ты вот тут вот рядышком поставь какую-нибудь четкую, яркую, заметную, интересную фотку. Ты показал просто пустой самокат, так у тебя дальше будут просто пустые самокаты. Возьми ты тут покажи, как кто-нибудь едет, да? Вот у тебя там где-то дальше были такие фотки. Вот яркие, классные, интересные фотографии. Возьми покажи. А так ты получается заблюрил, то есть ухудшил, нам уже ничего не рассмотреть толком, а тут на какой-то такой черепушки инопланетянина поставил то, что у тебя потом будет. Не знаю. То есть это не карточка, ни название, никакая модель, ничего не понятно. Это просто самокат на белом фоне. Так вот, у тебя будут карточки. Кстати, карточки классные. Только если заказчику не принципиально, то давай мы их развернем в обратном направлении, да? Потому что все-таки хочется, чтобы самокат двигался вперед. Это у машин есть такая проблема. Когда ты ее зеркалишь, то руль с левой стороны взял и стал с правой стороны. И уже как-то вроде бы неловко. А у самоката нет такой проблемы. Он симметричный. Поэтому если заказчику не принципиально, то возьми я зеркаль, предложи ему сделать так, чтобы его сайт смотрел вперед, а не назад. Это самокат, который угнали. Он уехал. А нам надо, который приехал. Вот он освободился. Можете взять в аренду или купить. Так, карточки хороши. По ховеру подпрыгивать будет? Ну, не знаю. Мне кажется, когда что-то подпрыгивает по ховеру, не знаю. Это субъективно. Так, тут точка не нужна. Если у нас заголовок, в котором есть слово точка, слово точка, то после последнего точка не ставится. Убрать не могу. У меня нет такого шрифта. Ну, такие правила. Что ж поделаешь в русском языке? Так вот, если вы что-то показываете по ховеру, то лучше показывать, например, изменение цвета. Да? Да. А вот эту полоску показать у активного пункта меня. Меня. Я уже заговариваюсь. Надо сделать перерыв. У активного пункта меню. Вот, например, электросамокат. Вот по ховеру. Потому что, если мы будем показывать по ховеру, у нас там где-то снизу будет какая-то полоска болтаться, да, и за нами следовать. Такое поведение, оно как-то нарушает какие-то там воспри... Чего-то там, короче, нарушает. Не знаю. Просто сложно воспринимать, когда вот навел сюда, а у тебя где-то там в другом месте что-то произошло. Вот. Тут, мне кажется, слишком много оранжевого. Можно было или вот эти инпуты сделать не такими оранжевыми, а какими-нибудь серенькими. И тогда как-то стало попроще дышать. А то прямо и тут оранжевые, и тут оранжевые, инпуты оранжевые. Поточки, поточки. Как-то так аккуратненько, слишком аккуратненько. Тут у тебя в три колонки, тут в три. Можно было бы сделать или в две, или как-то еще. Хочется как-то разнообразить. Вот эти тоже можно убрать заголовки, как-то фоток больше добавить. Ну, галереи. И так же понятно, что это галерея. Контакты. И так понятно, что контакты. Вместо вот этого можно... А, у меня шрифта нет. Не могу скопировать. В общем, встал и сразу показал крупный-крупный телефон. Если ссылка, то ссылка должна быть ссылкой, да, оранжевой или какая она там у тебя. Карта стандартная гугловская слишком сильно проигрывает каким-нибудь кастомным картам, которые вот есть у шрифта, например. Ой, боже, надо сделать перерыв, я уже заговорюсь. У плагина. Вот плагин с картами, да. Давай вставим какую-нибудь карту, например, light. Оп. Вставили. Так, какой-то зум не очень. Давай поставим зум, например, 14. Вот. Уже с сайта в виде... О, класс! Супер! А вот эта стандартная карта слишком... Не очень. Слишком не очень. Вот. А так. Кнопочки что делают? Смотри, у тебя есть блок контактов, да. Но ты в этот блок контактов не поставил эти кнопки. Значит, это не контакты, да. Значит, это не группа вот этой компании. Значит, эти кнопки шарят страницу, да. Я могу нажать на Facebook, и у меня в моей ленте на Facebook, я скажу, смотрите, какой я сайт нашел. И вот ссылка на сайт. Так это? Если так, тогда нормально. И то как-то не очень понятно. Если это группа вот этого сайта, ты сюда поставил, потому что симметрично, но теперь непонятно. Вот контакты, а эти кнопки сами по себе. Если это контакты относятся к контактам, тогда надо как-то тут оставить. А здесь, например, вот это поставить вот так, и вот у тебя уже тоже симметрично. Вот. Ну, в адаптив нас просили не лезть, тогда и не полезен. Вай-вай-вай-вай. Смотри, у тебя есть скругление внешнее, есть скругление внутреннее. То, что внутри, оно не должно быть таким же. У тебя и там 10, и тут 10. Это должно быть или 8. Нет, 8 мало. 6. Ну, вот 6. То, что снаружи, оно больше. То, что внутри, оно меньше. Тогда оно сочетается. А когда у тебя видишь, у тебя было тут 10, и тут 10, и в итоге у тебя получается вот тут вот у тебя больше, чем сверху. И вот так. Не сочетается. Вот. И так хорошая, аккуратная работа. Молодец. Спасибо за ваш канал. Как приятно, ребята, что вам нравится. Проходил обучение в Skillbox, одна из домашних работ в курсе. Буду рад мнению. Давай смотреть. Так, это... Нас обманули, да? Ребята, нам заслали в Photoshop внутри фигмы. Так, ну, в Photoshop мы не рассматриваем. А что, Skillbox изучает веб-дизайн в Photoshop? Серьезно? Ну-ка, напишите в комментариях, неужели в 2020 году курсы по Photoshop, по веб-дизайну в Photoshop? Skillbox? Они же вроде нормальные, продвинутые, ребят. Photoshop? Беда. Ладно. Ну, что скажу, то скажу. Вот я не могу, допустим, вот это выключить, да, чтобы посмотреть, что там под этой штукой. Белое на этом вообще не видно. 100% зум. Эй, это 100%? Нет, 4000. Еще и картинка уменьшилась, да. Ну, даже в 100% зуме не видно. Вот синее на белом видно, черное на таком видно, а белое на таком вообще не видно. Тенюшки есть, больше тенюшек нет. То есть, если где-то используем какой-то эффект тени, то надо его где-нибудь еще использовать, например, вот на такой штуке выпадашки, как минимум. А то еще где-нибудь. Или иначе, наоборот, тут тоже убрать. Вот, некрасиво, некрасиво. Я уже рассказывал, да, вот когда у меня вот эта голова попадает, я на монтажике потом сижу и сам на себя ругаюсь. Некрасиво же, да. Должен быть какой-то отступ, воздух должен быть. Ну, вот смотри, сколько у тебя тут места. Возьми ты это, попереноси как-то. Или наоборот, пусть оно залазит еще больше. Ну, когда оно прямо вот так вот, чики-пуки. Точка не надо в описании. Тут вот одно слово висит, одно слово висит, одно слово. Два слова нормально, три слова нормально. Когда одно слово, это значит какой-то косяк с переносами. Ой, вот два одинаковых элемента. А нас, вот я даже не могу взять, скопировать отсюда, поставить рядом. Да, я не могу даже размеры посмотреть. Вот как, скриншот сделать что ли? Ну, ощущение, что у нас явно больше на пару пикселей, на пару пунктов, чем все проекты. Во-вторых, тут тонкие, тут жирные уже два отличия. Тут иконка, тут нету иконки. Если бы эти элементы стояли где-нибудь, один, например, здесь, а второй где-нибудь тут, то было бы еще, ну, не знаю, можно с натяжкой сказать нормально. Но когда они, блин, вышли мусор вынести, и нос к носу, и, а что это у тебя иконка есть, а у меня нету? А кто тебе выдал иконку? Это уводит на новую страницу, и это уводит на новую страницу. Это одинаковые элементы, одинаковый функционал. Они стоят рядом. Почему у них три отличия? Непонятно. Если мы делаем фотографию, какой-то фон накладываем на ней, чтобы улучшить читабельность текста, мы уже что-то делаем не так. Так, у нас в итоге и фотку не разобрать, и текст ребит. Одно другому мешать. С одной стороны, мы погнали за двумя зайцами, и вроде бы как двух словили, а значит, можем и поужинать, и пообедать, но у нас и ужин невкусный, и обед какой-то не такой. Вот, подзаголовок. Я не могу его отодвинуть. Фотошоп. Вот, подзаголовок буквы R за косички дергает. Надо отодвигать. А я не могу, не могу. Кривенько, да? Давайте проверим. Ну-ка. Да, кривенько. Если была идея сделать кривенько, получилось. Если была идея сделать просто вот этот блок чуть шире, то надо было его делать чуть шире. То есть, выносить еще больше, и текст, и потом начинать от линии. То это было бы тогда понятно. Это дизайнерская мысль. А так, это просто дизайнерский баг. Тут тоже не по линии, тут тоже не по линии, да? Давайте проверим. Конечно, каждый сам выбирает, в какой же программе ему работу работать. Главное, чтобы результат получился нужный, да? Ну, конечно. Но будет круто, если в процессе еще другие не будут мучиться. Ни заказчики, ни верстальщики, ни Леша. Да сами мучаетесь. Ну, серьезно. А может, даже и не знаете о том, что мучаетесь. 2020 год, ну не серьезно в фотошопе вебушкой заниматься. Желающих на разборы много, поэтому работаю в фотошопе. Извините, не сегодня. И не завтра. И даже не послезавтра. Нет, нет, нет. Тоже хотел поучаствовать, делаю работу для конкурса. Ого, сколько всего. Ого, вот это я понимаю. Вот это сервис. Спасибо, ребят. У нас страница для Алексея. Вот сразу понятно, человек позаботился. Так, что у нас тут? Туристическая компания. Хочется как-то вот этот подзаголовок сделать крупнее, потому что приходится зумить, чтобы понять, о чем же речь. Из вот этой фотки как-то не очень понятно. Да, может это аренда, может это земля продается, может это дома, недвижимость или еще что-то. Приходится всматриваться. О, кстати. Владелец самокатов. Если ты вдруг смотришь дальше, то помнишь, у тебя тут был самокат не подписан, непонятно, чей самокат. А видишь, тут подписали. Дом пустынных кочевников. Класс. Даже написали, где найти. Вот если бы ты самокат тоже подписал, название оставил ценную ссылочку, было бы намного лучше. А так, не пойми, чей самокат. Так, у нас есть отступ. Так, шрифта у меня нету, поэтому я не могу его скопировать. Но смотрите, вот есть такой отступ, а тут бац, уже в два раза больше. Классно же, когда отступы одинаковые. Тут такой же, как тут. Вот, совсем по-другому смотрит. Еще и внутри кнопки такой же. Классно. А то как-то было слишком. Вроде и телефон это позвонить, забронировать. И забронировать это тоже забронировать. Так. Кнопулям тут как-то тесновато вот этим. Давайте посмотрим. Магия. О, работало. Так, это абзац. Нет, это не абзац. Нас обманули. Ребята, не добавляйте пустую строку. У вас тут в настройках должны быть проставлены свойства текста. Верстальчик скопирует потом свойства. У него там будет ноль. Вот тут вы добавили пустую строку. Но если он эти стили заведет на сайте у заказчика, у него будут пустые вот эти нули отступа. Не будет отступов. Если заказчик потом где-то другой текст добавит, у него не будет отступов. Понимаете? Не делайте пустую строку. Ставьте вот здесь 10, 20, 30 или сколько вам там надо. Почему круто отдыхать с нами? Безопасность, уединение, уникальные места. Так, ну опять же, вы спрашиваете мое мнение. Поэтому вот мое мнение. Мне не очень нравится, когда вот фотография впритык. Было бы классно. А, тут маска. Ребята, маска это раз, два, три слоя. Было бы классно сделать все в один слой. Ну, просто прямоугольником. Если вдруг вам надо скадрировать, например, у фотографии какой-то фрагмент, так давайте и скадрируем. Вот есть фотография, да? Нажимаем два раза, меняем фил на кроп. Кроп это скадрировать. И границы просто указываем, какие нам надо. Например, нужно было такие границы. Давайте такие границы и поставим. Два раза щелкаем. Вот, пожалуйста, один прямоугольник. Да, он, конечно, как-то вот так вот и вот как-то морщинисто себя ведет. Но если зажать shift, то, пожалуйста. Маска три слоя, а так один слой. В три раза удобнее. Так, так, так. Ну, тут как-то совсем депресня какой-то. Как будто лечение алкогольной зависимости или что-то. Вывод из запоя. Что-то вот такое. Невероятные эмоции. А где они? Что-то, причем это не молодожены. Это, в смысле, не молодожены. Не молодая пара где-то там. Вот старички, как будто вот у них сын загулял. То вот они его из запоя хотят как-то достать. Кнопка, допустим, тут у кнопки такие отступы. Тут уже вон какие отступы. Тут она вот с такой штукой. Тут без такой штуки. Зато тут такая штука есть вот у этого персонажа. Вот два глаза и рот сидит такой там. В общем, смотрите, есть граница. Да, вот такая вот граница. Тут у нас мрачно. Тут у нас стильно. Когда речь о черном цвете. Мне кажется, тут вот все-таки мрачновато. Особенно вот эта финалочка. Она какая-то совсем мрачная. И кнопки эти мрачные. И тут как-то мрачные. И тут стемнело. Вот один классный блок. Потому что в нем есть фотография. Вот реально эмоции. А где тут эмоции? Пусто. Кстати, такая же фотография. Ну, вот кто-то поленился. Мог бы фотографию хотя бы поменять. Тут тоже как-то пусто. Никто не приехал. И тут пусто. Никто не отбыхает. Такая классная штука под водой. Пусто. Зато вот здесь вот уже какие-то... Ну, не знаю. Вот у меня такое ощущение, что перевалило туда, где мрачновато. Вот такое у меня мнение по этой работе. Просили? Пожалуйста. Очередной интерактив. На этот раз школьная программа. Ну, а что вы хотели? В карантине вообще про все забудем. Давайте вспоминать. Зеленый плюс красный это какой цвет? А синий плюс красный? А голубой плюс фиолетовый? Я все пронумеровал. Так и пишите в комментариях свои догадки. Первый цвет такой, второй такой, третий такой. А то кругом все такие дизайнеры, все такие иллюстраторы-художники. Вот и проверим. Всем отвечу. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Моя первая работа выглядит стрёмно, но я старался. Давайте смотреть. Если работа не попадет в обзор, можно ли будет кинуть ее в комменты на следующий? Ну, конечно же, она попадет в обзор. Ну, а почему нет? Конечно, попадет. Все попадет. Давайте смотреть. Так, студия аэрография. Серьезная тема. А, тачки, это много денег стоит и выглядит круто. Оно у нас выглядит как-то, как будто мы глаза не протерли, как будто мы не проснулись. Пришлось и заблюрить, еще и тенюшку. Вот, вот это красота. Конечно, понятно, почему ты все это дело спрятал. Чтобы текст читался. Ну, так у тебя тут получилась какая-то мутная дырка. Давай мы сюда поставим какую-нибудь фотографию на передний плат еще одной машины. Классно же будет. И фон атмосферный, и фотка будет видна, а текст считается. Так, вот это можно поставить в один ряд с кнопочкой. Кстати, тут такие уши, как у чебурашки, а там как? А там нормальные пропорции. Да, а тут кнопки есть еще. О, кстати, желтое на желтом не видно ничего. Желтое на желтом не видно. Так, смотрим дальше. Вот это стандартного плана иконки. То есть, стандартные иконки, которые есть практически на всех сайтах. Вот это, это какой-то детский мир. Это вот ребенок нашего фломастера. А тут речь про такие тачки, столько денег. Это даже не десятки тысяч, это сотни тысяч, а то и миллионы. Машину можно поближе поставить. Зачем нам такая дырка? Вот эти все писающие струйки можно убрать. Ну, пописал и в бензобак прям. И нормально. Так, что у нас тут? Полоска, 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 полоска. Есть такой пример. В смысле, я не знаю, пример, не знаю. Подход. Как понять, слишком ли полосато? Делаем разрез какого-нибудь элемента. Да, и смотрим. Полоска, полоска, полоска. Текст это тоже полоска, 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 полоска. Слишком полосато. Прям такой полосатый пирог, значит, надо упрощать. Получилось слишком сложно. Как минимум, вот это псевдо 3D надо убрать. А возможно, и вообще. Да, вообще убрали и хорошо стало. Вот, воздуха добавили и хорошо. Иконки, конечно, писающие в бензобак машине. Ребенок балуется, оно и получилось. Что ребенок балуется, но тем это у нас серьезное. И преимущество вы получите, сделав аэрографию на своем авто. Слишком много текста и еще и запятая. Надо как-то в две строки, наверное, упростить, переписать заголовок. Потому что прям целый абзац. И тут, и тут. Заголовки длинны. Вот короткий заголовок, но не по центру. Ставим по центру. Вот классный блок, в котором... Ну ладно, вот эта вот толщина стрелочек, это субъективно. Я уже не полезу сюда. Но зато вот сразу в глаза бросилось, что есть подозрение, будет осеннее падение яблок. Или что у нас? Апельсинов. Если есть подозрение, что будет больше, чем, например, 5 слайдов в слайдере, то тогда лучше убрать вот эти апельсины. Вот когда немного слайдов, оно нормально смотрится. А если слайдов много, тогда лучше какой-нибудь вот такой вариант, например, 1 из 23. Тогда понятно, какой номер слайды и сколько их всего. А представьте, вот сюда 23 апельсина нам загрузят. И что это будет? Будет не очень. Тоже вот детский рисунок. Такая тема. А тут какие-то дети рисуют. Машинку рисуют. Так. Чекбокс, который неправильно... Эй. Почему ты не работаешь? Простите. Так, так, кто там автор? Не обижайся на меня, но я такой впервые. Чекбокс с картинкой. Чекбокс это же вот. Нарисовали квадрат. Поставили одну точку, вторую, третью. Вот тебе галочка. Хочешь там скругли уголки у нее. Возьми толщину, сделай в 2 пикселя. Вот. Но это занимает, я не знаю. Это ж надо было где-то найти картинку. Ее потом вставить, скачать. Ой, верстальщик просто убьется. В общем, к чему я это вообще всем? Правильный чекбокс это когда вот так. Когда мы закрасили цветом и поставили какую-нибудь белую галочку. Вот это правильный чекбокс. По пропорциям, возможно, твое сильно лучше. Но то, что у тебя картинка, это будет неожиданное. Во-первых, я не знаю, как вот орнет верстальщик. Вот он уже орнет. Ну и оно как-то кривенько все. Кнопка желтая на желтом. Но это не контрастно. Это прям вообще никак. Конечно, кнопка должна быть какая-нибудь, не знаю, красная, черная. Белая вряд ли, потому что у нас тут белые инпуты. Да и в целом вот эти вот желтые прямоугольники, надо от них отказываться. Вот эти вот подложки, псевдо 3D вообще мимо кассы, мне кажется. Эти кляксы, ну что это за какие-то вообще дети тут пришли, что-то нарисовали. Такая тема, смотри, какие тачки. Они стоят реально миллионы, эта работа стоит. А тут какие-то кляксы. Так, опять, зачем нам вот имя человека? Лучше бы написал, сколько это все дело ему обошлось. Нам бы больше пользы было. Алексей, ну Алексей молодец. Опять вот эти яблоки попадали. Апельсины, ладно, пусть будут апельсинами. Что у нас тут тоже? Вот это все псевдо 3D надо убрать. Вот, сразу хорошо стало. Вместо вот этих квадратов прямоугольников, можно было бы вот эти циферки перекрасить в какой-нибудь желтый. Да? Да. Опять какие-то кляксы, все что-то разлетелось. Все у них... Такая работа ручная, надо сидеть и выводить. Пау, 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 клякса, клякса. Давай в бензобак тебе написаю. В общем, вот эти прямоугольники надо точно-точно убирать, убирать. Карту я уже не буду повторяться время, чтобы не тратить. В какой-то там предыдущей работе в этом же видео, да, чуть раньше я показывал, что плагином круто бы использовать карту. Для первой работы нормально, но тема вообще не зашла. Такая серьезная тема и такое детское оформление, конечно, не очень. Даже вот тут не совпало, да? Сетки нету, сетки нету. Даже вот кто-то направляющую поставил и то не попал. Или направляющий не попал, или фоном не попал. Вот, видишь, есть направляющая, значит, к ней надо двигаться, к ней. Но я тоже не попал. А? Вот теперь попал. Все, пойдем дальше смотреть. Привет, хотел бы скинуть работку. Работка, работка, на коленке, вот работка. На коленке сделал, понимаю, недочетов много, но много из них по желанию заказчика. Это у кого-то будет такой сайт? Серьезно? Хотел бы узнать мнение, пам-пам-пам, чтобы изменить, для того, чтобы добавить работу в портфолио. Спасибо. У-у-у, это вот серьезно, у этой девочки будет такой сайт, и это вот она захотела и ей нравится? Ну, если ей нравится, серьезно, вот у меня много работ, которые мне было бы стыдно показывать, и если бы кто-то узнал, что это я их делал, мне бы было стыдно, потому что вот заказчик захотел так, а я, ну, не стал отговаривать, ну, хочет человек такой, пожалуйста. Ну, в данном случае, понимаешь, такое дело, что работы, за которые стыдно, просто-напросто нельзя добавлять в портфолио. Нельзя, чтобы кто-то узнал, что это ты сделал. Поэтому такое, ну, правда, тут все плохо. Если бы я стал президентом, я бы сразу отменил все кляксы. Вот кляксы в веб-дизайне, это первое, что бы я запретил. Но это показывает, что вы просто что-то наляпали, размыли тут неаккуратно, какие-то дети забежали сюда. Вот, поэтому никаких клякс. Если тебе интересно про градиенты, то у тебя тут все плохо, какие-то вот такие медные трубы. Смотри, вот есть сайт, ой, сайт, плагин, да? Вот, например, градиент от одного цвета к другому. Видишь, как сразу стало чистенько, аккуратненько, причем градиент не снизу, а вверх. Мы не делаем эту трубу выпуклую, да, эти медные трубы. Выпустили слева направо, все у нас аккуратно, классно. Кнопка, ну, хочешь показать эту кнопку, давай сделаем каким-нибудь контрастным. Оп, тоже сделали в два цвета. Не в 50 миллионов оттенков с каким-то бликом, да, вот это как это. Такой, ну, вот с таким цветом. Хочешь вот стоять, эй, промазал. Вот, и тоже слева направо. А вот эти разделители, давай мы их сделаем еле заметными, чтобы они разделяли, но были менее заметными. Вот, три одинаковые кнопки. Раз кнопка с какими-то скошенными углами, потом получить сейчас, а тут вообще кнопка радужная, какого-то цвета голландской, отмененной... отмененного голландского парада. И зачем нам такие оттенки? Давай сделаем три кнопки одинаковыми. Вот научимся сначала делать одинаковые кнопки. Кляксы, ну, это прямо совсем плохо-плохо. Если речь про фотографа, просто возьмем какую-нибудь фотографию, покажем. Нам надо посмотреть его работы, ее работы. Где работы? Есть просто какой-то блок на каких-то кляксах. А работы где? Так вот, можно было бы в хедере, в шапке, пустить какую-то фотографию по фонам. Ну, прямо плохо-плохо. Опять кляксы. Это вот первым делом запретить клякса. Иконки влево, девочки налево, мальчики направо. Туалетная тематика, да? Вот иконка, да? Девочки налево, мальчики направо. Вот с туалета взялись, собрали иконку. То же самое тут. И одни налево, другие направо. Если эта иконка относится к тексту, они должны быть вместе. Все, значит, по левому краю. Вот так вот. Да, вот так. Оп. Ой, ну тут тяжко. Тяжко будет. Тут это как-то... Вот тут такая дырка. Тут вроде ровно. А это что, картинка? Нет, нормально. Ну, нужно ставить по краям, раскидать все это дело по пять. Тут какие-то кляксы. Никаких... Зачем вот эти иконки? Читать дальше. И так понятно, что мы будем читать дальше. Вот, кстати, в какой-то там первой работе сегодня разбирали. Вот. Хороший пример. Зачем ставить читать дальше? Потому что было заголовок. Мы ушли вниз, ушли вниз. Потом какой-то текст. И чтобы нам не отрываться от чтения, переходим читать дальше. А когда этого нету, то делать три ссылки. Раз ссылка, два ссылка, три ссылка. Ну, не надо. Просто лишняя... Лишняя ссылка. Ну, тоже какой-то лизун тут снизу расползся. Да, вот его форма лизун. Вот его два глаза. Вот его рот. Он такой... Меня раздраконило. Так вот. И... В общем, кляксы убираем. Делаем все аккуратненько. Вот эту туалетную тематику. Стараемся как-то все скомпоновать, чтобы иконка была рядом с текстом. Все, что выше, тут вообще можно просто-напросто убрать и оставить какой... Вот это, например. Убираем это. Все убираем. Делаем какой-нибудь аккуратный хедер. Ну, хочется поставить фотографию девушки. Давай поставим. Просто напишем, как ее зовут. Красивая фотография. Чья? Кто автор? Что за фотограф? Чей блог? Непонятно. О чем речь? Кто это все пишет? Кто? Юлия Иванкова. Значит, вот тут написать фотограф Юлия Иванкова. Оставить ее контакты. Инстаграм, еще что-то. Это же фотограф. Они любят фотографии показывать. Эйс еще, да? Ой, не, не загружай это в портфолио. Это прям плохо-плохо-плохо. Эти кляксы. Наоборот, надо убирать. А ты тут надо вот этого и вот этого. Убираем. Все, что выше, вообще можно убирать. Хорошо. Кляксы не надо. Вот у тебя какой-то такой салатовый, бирюзовый фон. И нормальный, вот беленький, аккуратный будет бложик. Фотографии разные подставил. Класс, молодец. Тексты разные подставил. Плюс тебе в копилку. Ну, кляксы. Вот эта вся шапка. Ну, плохо-плохо-плохо. У каждого из вас и из нас будут работы, за которые нам стыдно. Но заказчик заплатил денег, и он доволен. Круто, и он доволен, и нам хорошо. Но такие работы нельзя добавлять в портфолио. Каждый пиксель ваших работ должен быть отпидорашен. Запомните. Это ваши будущие деньги. Надо следить. Тут два варианта. Либо мы работу полностью переделываем, меняем фотографии, тексты, какие-то блоки пошли вон, какие-то блоки новые нарисовали. Делаем так, чтобы нам понравилось. И как только это событие произошло, добавляем. Или второй вариант. Просто ее убираем. Вот так вот с грохотом бей, топчи. Ждем новую работу. Зачем добавлять каждую? 300 работ в портфолио с ума сошли. В 2020 году показывать что-то там из 2010-2015? Да там работы не только на целое поколение уже устарели морально и физически. Там уже целый слой пыли. Там этих работ под этой пылью просто-напросто не видно. Мой вам совет. Выбираем 10, 20, 30 работ. И надо их обновлять. Появилась новая клевая работа. Так, что у нас тут самая старая? Ага, вот ты. Пошел вон. Ставим туда. Появился новый вендосик клевый. У нас тут 8 вендосиков и пару интернет-магазинов. Значит, интернет-магазины мы не трогаем. Зачем нам новый 9 вендос? Давайте из этих 8 выберем самый устаревший, неинтересный и скучный. Поставили на его место. Таким образом, ваше портфолио всегда будет актуальным, свежим и современным. Это ваша реклама. Ваши будущие деньги надо следить. Каждый пиксель ваших работ должен быть отпидорашен. Все правильно? Приветствую, спасибо за рубрику разборов. Очень интересно. Буду рад критики. Ты прав, Женя. Очень интересно. Этот макет дизайнера вопуха мы разобрали в прошлый раз. И даже верстку. Ни у кого не смотрели верстку. У тебя посмотрели. А ты ролики не смотришь. Присываешь ссылку и не смотришь. Чего ты вот ее опять шлешь? Ты же все равно ролик смотреть не будешь. Первый раз не посмотрел. Сейчас не смотришь. Я вот время трачу, монтирую. Чего-то пытаюсь тебе посоветовать. Чего-то я расстроился. Ну-ка, ребята, поддержите, а? Чтоб я не расстраивался. Чтоб не зря я это все для вас же это делаю. Доброе утро. В 11.39. Супер. Спасибо. Буду рада критике. Магазин спортивных товаров. Кнопки улетели. Эй. Почему вот у тебя это не кнопка? Вот теперь кнопка. Они же должны быть вместе с заголовком. Вот. Теперь уже и хорошо все вместе смотрится. И опять же, тут видишь, у тебя тут какое-то пространство такое. А тут мы скрыли как бы девушкой. Заголовка прям туда. Класс. В логотипе есть кружок. Есть какие-то плавные линии. Первый экран весь такой плавный, плавный, плавный. Во втором все плавно. Вот круг, вот круг, вот круг, круг, круг. Все круги, круги. А тут бац, погинаться у тебя квадратно. А чего она не круглая? Давай тоже круглой сделаем. Так, ну и поставить это все дело надо, конечно же, как-то вот по уровню. Наверное, вот так и даже как-то так выровнять. Вот. Все супер. Но у нас проблема. Мы затемнили весь первый экран ради того, чтобы каких-то три слова лучше читались. Мы что-то сделали не так. Убираем затемнение и смотрим. Смотри, какая сочная фоточка. А ты взял и ее испоганила. Так, давай добавим затемнение. Вот такое. Поставим какой-нибудь синий цвет. Какой-нибудь 68. Скопируем цвет, поставим вот здесь. И теперь просто поменяем направление. Например, отсюда. Вот сюда. Вот у нас осталась сочная фоточка. Супер. Кнопка не видна. Так сделаем ее белой. Проблема. Тоже мне нашли проблему. А текст на кнопке черный. Все, кнопка видна. Все видно. Стало намного лучше. Как вариант, можно попробовать эту девушку поставить как-то тут. Тут вот продлить потом бассейн. А заголовок перенести, например, вот сюда. Как вариант. Ну, типа она плывет в заголовок. И все такое в движении получится. Прям такой динамический первый экран. Динамический или динамичный? Кто знает, напишите, как правильно. Динамический первый экран или динамичный? Ну, и можно как-то это все по сетке выровнять. Например, вот так. Пагинацию тоже вот сюда. Девушку тогда как-то откадрировать надо будет. Как-то, 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 как-то. В общем, надо будет продлить бассейн. Возможно, ее чуть приподнять. Но факт в том, что нам не надо затемнять все, чтобы каких-то три слова показать. Так, зачем ты сделала фотку хуже? Какую-то белую сделала? Зачем? Вот ты сделала фотку. Классная фотка. Ты делаешь фотографии хуже, чем они были изначально. Зачем? Непонятно вообще. Так, треугольники есть еще где-то? Больше треугольников нету. Значит, и тут нам треугольники не нужны. Зачем нам тут треугольники? Давай сделаем прямоугольники. Или какие-нибудь, не знаю, круглые формы. Хочется круглого. Все у нас такое круглое, волнистое. Вода кругом. А тут какие-то острые такие. Смотри, все предметы круглые. Все такое плавненько. Все круглое. А у тебя такие острые формы. Вот неровно. Ну, видно же, вот два элемента стоят рядом и неровно. Сейчас скажешь, по сетке стояло, да? Да, стояло по сетке. Если у тебя это стоит по сетке, так рядом видно, что неровно. Давай это тоже поставим по сетке. О, политика конфиденциальности теперь упирается. Некрасиво. Значит, надо либо перенести, либо вообще понятие. Это же политика конфиденциальности. Почему она у нас тут, а не где-то вот рядом вот с этими парнями. Это же второстепенная инфа. Она вообще не должна быть такая яркая. Она не должна быть заметна. Все вот это должно быть какой-то такой серенькой. Оно просто должно быть. Оно не должно быть таким... У тебя все это еще отдельными текстовками. С ума сошла? С ума сошла? Вот попросит тебя заказчик. А давай весь текст перекрасим. А давай весь текст делаем больше. А давай межстрочные расстояния поменяем. Будешь сидеть вот так вот, тыкать в каждой... Ну зачем? Вот это один текстовый блок. Вот это второй. Как же удобнее. Одна иконка у тебя залита картинкой, да? Да. Иконки должны быть только в векторе. Запомни, только вектор на иконке. Но опять же, это у тебя конверт залит цветом, а тут контур из разного набора. Контур, контур, это вообще картинки? Все картинки. Ребята, иконки только в векторе. Никаких картинок. Картинки это только фотография, все. Заголовки. Вот тоже зачем ты сделала фотографию хуже, чем она была изначально. Зачем? Зачем делать фотографии хуже? Тут, конечно, тоже вот так вот никогда не обрезай. Если мы меняем слайд, мы меняем все слайды вот целиком. О, уехала полоска, приехали новые карточки. Никто вот так вот... Это уже в движении. Такого у нас не будет на сайте, если, конечно, верстальчик с ума не сошел, у нас будет как-то вот так. Вот. Нажали на кнопку, линия уехала, линия приехала. Если у тебя тут что-то прячется, тогда нужно показать какую-то тенюшку или вообще как-то растянуть, сделать вот четыре карточки. Или если ты хочешь вот прям, чтобы она уходила в край, тогда надо убрать вот этот фрейм и добавить еще одну карточку. А еще у тебя как-то не хватает разделителей между карточками. Не хватает. Хочется какие-нибудь тоненькие полосочки. Так, вот это можно... Тут как-то все развалилось. Смотри, если у тебя есть такое смещение, да, то либо без смещения мы текст ставим по линии, либо мы добавляем просто какую-нибудь однопиксельную полоску, и тогда вот вроде линия есть, и текст сместил, все-все классно. А тут вообще можно было бы попробовать как-то вот так, это вот сюда. Наше преимущество это обычно какие-то иконки, хочется все-таки иконки, преимущество текста. Ну, никто эти тексты не читает, а тут два одинаковых блока, и тем более, выглядит скучно. Вот, а наши бренды сюда, и тогда тут какой-то полоской вот такой отделить серенькой, да. Вот уже стало нарядненько. Вот такие полоски я обычно делаю какие-то полупрозрачные, потому что они не должны быть активнее, чем какая-то ссылка. Кстати, как понять, что у тебя ссылка, что не ссылка? Вот это ссылки, вот это не ссылка, это не ссылка, а это ссылка или не ссылка. Вот у тебя есть сетка, да, а что ты не выравниваешь? Вот у тебя пошло по сетке. Смотри, ставим по сетке. Вот линия пошла, линия, линия. Круто же. Вот это все можно сместить. Видишь, сколько лишних кликов сделал. Вот логотип ставим снизу. Вот класс, линия, линия, тут все хорошо. Вот это взяли, сместили, тоже по линии поставили, и вот это по линии. Классно. Классно, когда все аккуратно, а не когда все абы как. Класс? Класс. Это ставим либо по центру, либо снизу, но можно и сверху, тут уже субъективщина. В общем, надо перестать делать фотографии хуже. Если мы придумали делать какие-то треугольники, то давай везде использовать, но в данном случае треугольники слишком колючие, а у нас тут все такое плавненькое, все такое водянистое, и все вот эти штуки такие какие-то, все плавные, 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 поэтому вот такие колючие какие-то элементы, мне кажется, не очень подходят. Вот. Добрый день, пум-прум-пум, оцените, пожалуйста, пам-прам-пам, буду рад вашему фидбэку. Интернет-магазин. Так, ребята, в интернет-магазинах я буду смотреть только главную страницу, и может быть что-нибудь еще мельком, хорошо? Ну, потому что однотипные страницы, и в принципе на главной мы уже все завели, все стили, все их раскинули. Если было все хорошо, оно там и будет все хорошо. Если было что-то плохо, то оно это плохо что-то и перепрыгнет на остальные страницы. Просто, чтобы не отнимать время, у других желающих много, поэтому каждому по чуть-чуть смотрим главные страницы, и как-то вот так. Так, сетка. Сетка есть, ну вот, видишь, в сетку не попала иконка, вылезла, и тут не попала. Можно вот отступы растянуть между пунктов меню, и тогда все встанет. Поиск такой, что прям даже иконка своего поиска взяла и отвернулась. Давайте мы ее сольем и отзеркалим. А еще сделаем... А где стили? А где стили? Ни одного стиля нету. Компоненты! Ау! Где компоненты? Ни одного, вообще ни одного компонента. Тут есть какие-нибудь другие страницы? Ни одного компонента. Данил, у тебя просто вообще... У тебя прокачана сила воли прям на 100%. Ты мой герой. Без ни одного компонента, вообще! Как ты работаешь? При этом ты заморачиваешься. Смотри, все фоточки разные, заголовки все разные, все разные, цены... Ты реально замороченный человек, но работаешь без компонентов. Вот это да! Класс! Так, выравнивание по правому краю для новичков. Ну, я могу такой вывод сделать. Раз компонентов нету, раз стили нету. Так, я перепрыгнул с одного на другого. Да, я про стили хотел сказать. Давайте мы вот это добавим в стиле. Блю! Вот у нас теперь есть синий цвет. Так вот, эту иконку было бы хорошо сделать какой-нибудь синий или, например, поиск сделать синим. Ну, а чего нет? Так вот акцент будет. Можно даже в два пикселя, или нельзя, или только иконку. Тут вместо поиска лучше написать, что искать. Вот тут у нас есть ручки. Введите, например, пам-пам-пам, да, какая-то подсказка. И вместо ок лучше писать найти. Найти, оно такое позитивное, оно такое хорошее, оно предлагает нам воспользоваться поиском. А когда ок, ну, поиск ок. Сравнение какое-то совсем не сравнение, это какое-то туда-сюда, это вернуть деньги, обменять, обмен валют, возврат средств, что-то такое. Точно не сравнение. Тут тоже какой-то не синий, а какой-то... Почему-то 75% заливка. Это же активный пункт меню, он должен быть синим. Вот, классным таким. Так, выравнивание по правому краю для новичков. Я могу сделать такой вывод, что ты все-таки новичок, потому что стиля нету, компонентов нет. Значит, ты где-то вот в том районе, где обитают новички. Так вот, правый край лучше не выравнивай пока, пока, пока. Потом как-нибудь разберешься. Лучше по левому краю, если у тебя вот была такая фотка, и ты решил тут вот сделать так, так ты лучше или фотку поставь как-нибудь так, тут по левому краю, или просто отзеркаль фотку, или возьми другую фотку, другую ручку. Потому что мы изучаем сайты буквой F. Вот мы попали сюда, заметили криво-криво-криво, и пошли дальше что-то там замечать. Сверху вниз, слева направо. Все так изучают сайты, кроме тех, кто пишет в обратном направлении, кроме арабов. Вот, у них там наоборот все слева направо, справа налево. Вот. 8 карточек товаров, это как-то малого. А почему вот эта карточка товаров, она выделена? А, это типа топ распродаж? Непонятно. Или это ховер? Если это, видишь, и кнопка другая, да? Значит, это ховер. Если это ховер, то, наверное, нужен курсор, а если это ховер, значит, и тут у нас какой-то синий цвет будет. Все-таки это ссылка. Блин, круто. Ты вот даже цены проставил, все проставил, тут поменял. Ты замороченный. Ты настолько замороченный, что и работаешь без компонентов. Мне бы твою силу воли, такие бы я дела творил. Вообще, 8 товаров, маловато. Нужно или слайдер добавлять какой-то, или галерею, галерею, да? Чуть выговорил. Вот, как-то карточек добавить, или может какие-то разделы пустить. Что у нас тут? Ручки, ручки для окон, аксессуары. Ну, как-то пусто на главной странице. Хочется какие-нибудь разделы пустить. Например, ручки для дверей, ручки для окон с иконками. Вот, сделали 6 разделов, таких вот у нас уже пустили вот этот блок между вот этими двумя галереями, и все будет хорошо. Это же у нас главное, она по сути превьюшка ко всем остальным страницам, да? Мы отсюда прыгаем на все другие страницы. Так вот, давай мы не только через меню будем прыгать, а через какие-то карточки категорий. Тут вот тоже есть линия, ты взял по этой линии и ничего не поставил. И тут, почему вы вот все делите, ну, может не все, но многие вот на каждый, каждый отдельный текст. Вам что, так удобно работать? Я как-то не понимаю. Напишите в комментариях, кто делит текст на текстовки. Потому что я всегда делаю так, что вот это вот у меня один текстовый блок, вот это вот. Мне кажется, так удобнее работать. Взял его и подвинул, вот по линии поставил. Тут вот тоже по линии. Вот у тебя сетка есть, но в сетку ничего не попало. Это не попало, это вроде попало, это вот тоже не попало. Это можно сделать менее активным, каким-то таким. Вот тут у тебя место появилось, давай тогда это сюда, куда-нибудь, например, вот так вот по этой сеточке. Вот, в принципе, аккуратно все расставил. Я не знаю, ты специально для того, чтобы я обратил внимание или для чего? Ну, ты реально замороченный и классно, супер. Но без компонентов это прям, ты мой герой. Юлия пишет. Добрый день, хотелось бы попасть на разбор. Пожалуйста. Так, салон красоты. Ну, давайте, ой, что это? Чуть не сломался, вон красоты. Что у нас тут сверху? Видите, у нас тут конфликт интересов. У нас есть какой-то текст и какой-то темный элемент. Да, вот темный контур девушки. И вот оно все уже как-то наслаивается, при этом вот у нас здесь вон сколько свободного места. Тут конфликт, тут свобода. Давайте это все как-то через маску. А что это за маска такая? Для чего? А, какой-то фон обрезали. Ребята, не делайте маски. Если нужно обрезать фон, так сделайте его просто фреймом. Вот, смотрите, фрейм, бац, и взяли так, оп, и скрыли. Все. При этом все остальное не страдает. Так вот, можно было бы вот эти штуки, как мне их выбрать? Я же отключил маску. Вот, смотрите, давайте сюда куда-нибудь сдвинем и вот уже прошел воздух вокруг элементов. Все уже не налазит одно на другое. Нету вот этого конфликта. Потом, градиенты, да? Ну, можно, кстати, поставить возле логотипа как-нибудь вот так, на одинаковых состояниях, а можно еще и логотип ниже опустить. Вот, вообще стало хорошо. А то он прям туда, к потолку прилип. У нас есть на кнопке градиент. Градиенты, это классно, они сейчас в моде, но вот эти вертикальные градиенты, они делают выпуклость. А выпуклость, это вот прям признак новичка. Не делайте выпуклые вертикальные градиенты. Можем оставить градиент, ради бога, но давайте их сделаем просто-напросто горизонтальные. Все, у нас офигенная стала кнопка. Можно даже под наклоном это все дело пустить. Это вот сюда, вот так, из уголка в уголок. Все, нет вот этой выпуклости, но кнопочка классненькая, няшная. Так, а теперь будет максимально субъективно. Еще субъективнее, чем обычно. Салон красоты. Но где красота? Я, конечно, понимаю. Сейчас накинетесь в комментариях. Нашелся красавец. Но, ребята, салон красоты. Там же обычно какие-то пышные барышни. А тут ощущение. Вон, прилизанная вся. Такое ощущение, что эту девушку за ноги взяли. И в предыдущие мои макеты, там где были, кляксы, краски. Вот ее туда, вот туда головой. И вот ее голова в этих красках. Прилипло. Все вот у нее обтекает. Но еще какой-то тем... А, кстати. Нет. Вот. В общем, фотография, мне кажется, как-то не подходит. Стопроцентная скидка. Круто. Два одинаковых подзаголовка. Бесплатное занятие. Можно как-то объединить два текста. Например, оставьте заявку и получите бесплатное... Вместо и наш администратор свяжется. Можно было написать. И получите бесплатное занятие. Две текстовки одинаковые рядом. Ну, прям вообще какой-то перебор. Вот. Стало сразу лучше и понятнее. Это можно еще меньше сделать. Например, какой-нибудь одиннадцатым. Вот это надо, наверное, сделать ссылкой. Значит, каким-то розовым цветом. Да, есть какой-нибудь розовый. Вот. Это ж надо... Где мы можем почитать политику? И чекбокс тут должен. Опять же. Ваш. Ваш. И так понятно, чей номер телефона. Давайте убирать лишнее. Сделаем форму проще. Опять какие-то некрасивые выпуклые градиенты. Пац. Бац. О, класс. Вот сделали форму чища. Вот можно взять еще такой отступ. И его сюда скайп. Вот. Все стало хорошо. Так. Тут какие-то рамки. Зачем они как-то? И без них лучше. Вместо вот этих полосок мы добавили полоски в форму. Мы тут делаем дизайн. А потом заказчику это сверстает. Заведут стили. А заказчик возьмет и добавит новую услугу. Вторую, третью, четвертую, пятую, шестую. И в итоге вот эта вот форма будет... Опять все отдельными. Ребята, я не понимаю. Только я делаю вот это вот все отдельным блоком текстовым. Почему у всех это все разделено? Или это какой-то баг какой-то? Я не понимаю. Почему у всех каждая текстовка это отдельный слой? Не понимаю. Так вот, возможно, потом... Вот видите, сижу и тыкаю. Вместо того, чтобы уже что-то новое объяснять. Потом возьмет и добавит новые текстовки. В итоге у него получится вот такая вот таблица. И когда будет таблица длинная, без полосок будет сложно понять, к чему вот эта цифра относится. Вот к этому или к этому. Опять же, 300 чего? Рублей, гривен или что? Вот эта стоимость улетела. В принципе, если такая таблица будет с фиксированной шапкой, например, мы шапку зафиксировали сверху, тогда можно и не ставить. Так, давайте вернем. Тут какие-то неоновые штуки появились. Такое ощущение, что это не салон красоты, а какой-то у нас сайт для знакомств. Да? Да. Тут как-то наехало. Ну, реально, вот эти свечения, по-моему, для салона красоты... Вот этого свечения, по-моему, ну не на, это перебор. Это вот дизайн ради дизайна. Тут тоже, ну зачем вот и одно свечение, и второе. У нас же не ночной клуб, да? У нас же не ночной клуб. Салон красоты. Гарантия на все работы 7 дней. Вот тут какой-то ночной клуб. Как-то тут, ну... По-моему, с неоном. Вот, вот это вот салон красоты. И видите, как все аккуратненько. Да? Да. А тут вот прям вообще как-то мимо кассы. Инстаграм куда-то упал на дно. Чего это он упал на дно? Давайте его поднимем. Оп. Вот. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм. Я там выкладываю такие классные, интересные 404-е страницы. Вся лента одни 404-е страницы. Прям вообще хорошо. А еще в сторис выкладываю анонсы будущих роликов. Подписывайтесь. Всех жду. Добрый день. Вот хочу работу скинуть. Пам-парам-пам. Буду рад фидбэку. Нам не жалко. Всегда. Пожалуйста. Так. Сверху сильно больше кажется, чем снизу. Прям сразу в глаза бросилось. Да? Да. Немножко хочется продлить чуть ниже. Вот. Уже хорошо. Эту штучку, наверное, было бы хорошо к логотипу отнести. Ну да. Вроде бы одинаковый отступ. Одинаковый. Одинаковый. Ну, было бы хорошо, наверное, эту штучку к логотипу. А эту штучку к тексту. И тогда взять сверху отступ. Да? Опять же, у нас все субъективно, да? И вернуть назад, как было. Хе-хе. Хе-хе. Вот. Ну, мне так кажется. Вот один элемент, вот второй элемент. Тут вот, кстати, тоже можно сделать, например, какой-нибудь такой цвет. Или даже чуть поярче. Вот уже какой-то такой интересный получился эту поводку. Ну-ка, давайте попробуем перекрасить вот так. Интересно? Не знаю, может быть, белое даже было интереснее. Или хотя бы вот так. В общем, первый экран классный, атмосферненький, такой хорошенький. Вот прям по теме, да? Айтрекинг. Вот, видно, что вот по теме, да? Вроде гамма такая же, вот как только что смотрели салон красоты. Но тут вот, вот оно, нет вот такого, да? Вот что вот один текст толкает руку. Вот есть воздух вокруг элементов. Класс. Вот эта штука, например, не залазит. Как ее выбрать? Вот так. Вот. Она не соприкасается. Между ними есть воздух. Класс. Так, заголовок улетел куда-то посерединке. Хочется, чтобы он все-таки был в своей семье. Есть вот понятие. Внутренний и внешний, да? Мне почему-то это внутренний и внешний как-то... Есть семья и соседи. Вот семья своя. Вот нам соседи. Почему между ними одинаково? Да, вроде бы чуть больше, но все равно как-то чуть-чуть больше. Вот если опустить, то вот уже понятно, что это один. А вот даже, кстати, вроде и хорошо стало сверху-снизу. В целом классно, конечно, работа. Ну, сильно выделяется. Кроме того, там было про здание, да? Что-то с недвижимостью связано. И вот эта работа. Вот две работы прям сильно выделяются на фоне других. Классно. Не знаю, может быть, попробовал бы у тебя тут мастер, да? Эту штучку тут оставить, а это ниже опустить. А может и так хорошо. Я думаю, ты уже пробовал так. Если тебе так не понравилось, то делай так, как нравится тебе. Ты творец. Тут вот тоже как-то слишком, мне кажется, все-таки хочется кнопки чуть ближе или вот так. Оп-оп. Вот уже стало одним целом. А то как-то слишком, как будто они что-то обиделись друг на друга. Тут слишком много, тут слишком много. Это ПНГшка? Нет. Эх, если бы тенюшки не было, можно было бы как-нибудь вот так вот обыграть. Или, например, тут... Хотя тут такая тенюшка, что можно было бы взять и обрезать. Было бы интереснее, наверное. Вот. А то у тебя прям один прямоугольник. Прямоугольник, прямоугольник. Прямо все так, все хочется. Вот чуть-чуть какого-нибудь дизайнерского... Пиздеца. Пиздеца добавить. Да? Немножко. Тут, наверное, белый. Ну, зачем этот белый отступ? А? Или впритык поставить, или как-то сделать. Эй-и-и. В общем, вот эту фотографию сделать, чтобы вот тут вот отступ был точно такой же. Да? Во! Класс, класс. Лучше стало, да? Чтоб вот эти вот отступы были одинаковые. Я, наверное, чуть пережал. Во! Класс, класс. Тоже заголовок вроде бы как и наверх относится, и вниз. Но он же должен к своей семье относиться, да? Кнопка то же самое. Чего она на одинаковом расстоянии? Она должна к своему блоку относиться ближе. Быть ближе к своим, чем к чужим. Это, интересно, ПНГшка. О, класс, у тебя ПНГшка. Давай как-нибудь ее поставим. Или так, или вот так. В общем, с какого-нибудь края вытащим. А то как-то прям слишком аккуратно-аккуратно. Классно-классно, но прям аккуратно. Супер-супер аккуратно. Сетки нету, но если нету сетки, то хотя бы уже вот на глаз. Но видишь, тут не попал. Можно уже или сюда. Если она слишком туда улетела, давай тогда поставим по центру. Вот центральная ось. Вот. Поставим по центру. А это чуть сместим. Я там все сломал. О. Вот так. Да. А тут, кстати, расстояние не соблюдено. Видишь, у тебя такие воздушные расстояния. А тут прям ты уже чего-то... Ну-ка. Так, где твое что-то... В общем, хочется как-то все это раздвинуть, чтобы расстояния были такие же, как сверху. Вот оно уже стало смотреться. Там тоже были... А тут еще больше расстояния. Если у тебя есть одинаковые элементы, так давай будем соблюдать между ними расстояние. Вот, вот. Видишь, уже стало хорошо. Как-то было все так красочно, сочненько, а в конце как будто чернила закончились. Вроде бы и по углам разнес, но такие маленькие вот эти иконки, придется в них целиться. Давай попробуем поставить логотип по центру. Под ним какие-нибудь, например, ссылки. А тут иконки вот такие побольше. Или вот так вот поставить. А? В общем, как-то сделать в конце немножко по-другому. Вот. И вот эти штуки хотелось бы сделать какие-нибудь вот такими. Из этого вот в тот. Давай попробуем. Это стиль или нет? Эх, жалко, что это не стиль. Так бы скопировали и вот сюда вставили. Или, например, это вниз поставить. Это поставить вверх. Как-то так. В общем, что-нибудь сделать вот такое с большим акцентом на кнопочке. И сделать их цветные. Или фон сделать цветной. В смысле не цветной. А вот градиент от одного цвета. От березового вот к такому вот фиолетово-розовому. А не черный. А то прям как будто чернила закончились. А так работа класс. Супер. Мне прям очень нравится. Цвета нравится. Вот все классненько такое. А вот еще момент. Видишь, у тебя тут кнопочка справа, да? Тут это я уже подвинул и она улетела. А тут она у тебя была где-то здесь. Но при этом у тебя точно такой же элемент. Опять кнопка справа. Тут у тебя два цвета, хотя один элемент. И тут вот у тебя то же самое. Но уже в один цвет. Хотя тоже два цвета. Белый, серый. Но такой контраст, незаметен ощущение. В общем, было бы хорошо вот это сделать точно так же, как у тебя в том блоке. Чтобы был какой-то эффект повторения. Это ссылка. И там то же самое. Это ссылка. Если тут по центру, значит и там ставь по центру. Ну а чего нет? Нормально будет по центру? Давай посмотрим. Оп. Класс. Вот. Сделали точно такую же карточку, как и здесь. Зачем нам какое-то новое поведение выдумывать? А так вот будет эффект повторения. Классненько. Работа огонь. Ну вот. Полтора часа разбора работ. Ваших работ. Ссылка на сообщество в описании. Скоро увидимся, услышимся. Пока. Интересно, интересно. Сколько человек этот ролик теперь осилит. Интересно. Так это ж у нас получается самое длинное видео на канале. Класс. Круто. Тут кто-нибудь еще есть? Эй, ребята! Кто-нибудь остался или все разбежались? Напишите в комментариях, Леха, не ленись, чтобы я хоть понимал, сколько из вас досматривают видео до конца. Так вот. Так вот. Хорошо.